Приветствую вас. Не очень, честно говоря, я понял, зачем девушке идти к психологу, для чего именно ей идти к психологу, то бишь, потому что она, то, что она переживает, это абсолютно нормальная реакция на то, что был срыв, правда, я не понял, у кого был срыв, у вас или у нее, вот, и вполне вероятно, что она просто поняла сейчас, что вы не тот человек, который ей нужен, точнее, она поняла, что вы не тот человек, которого она видела, вот, и мне не очень, понятно, с какой целью вы хотели бы, чтобы она пошла к психологу, зачем, чтобы что, вот у нее нет к вам чувств, у нее нет желания, там, проводить с вами время, что-то делать для вас, и что, и как здесь поможет психолог. Другое дело, что вы вспыльчивый, и вы, там, делали какие-то вещи, которые ей были неприятны, и вы сейчас читаете ее переписку, вот, и вы уговариваете ее сохранить отношения, потому, что вам она нужна, вот это да, с этим можно работать, можно выяснить причину, почему вы вспыльчивый, можно подтянуть ваш эмоциональный интеллект, сделав так, что вы будете лучше ориентироваться в своих чувствах, лучше понимать их, вот, знаете ли вы, например, что, тот факт, что вы вспыльчивый, говорит, с одной стороны, о том, что вы не чувствуете себя в безопасности, с другой стороны, что вы запрещаете себе самому чувствовать что-то, то есть вы, допустим, способны только на сильные чувства, на ее очень яркие чувства, а на такие более тонкие, вы, скорее всего, не способны, то есть это называется когнитивная простота, то есть когда либо любовь, либо ненависть, либо все плохо, либо все хорошо, а полимеров никаких нет, понимаете, вот, я думаю, что с этим можно работать, опять же, причины того, что вы не чувствуете себя в безопасности, тоже важны, вот, я думаю, что с этими аспектами можно и нужно работать, и если вы девушку любите, то, наверное, вы чувствуете, вы понимаете, что ей тяжело сейчас, вы чувствуете, вы понимаете, что нельзя заставить, заставить человека любить, да, заставить человека хотеть быть с вами, если она не хочет, вот, вот это все нужно обязательно вам для себя определить, для себя понять, и вот тогда, тогда, я думаю, что у вас появится план того, что вы можете сделать, с одной стороны, вы можете работать над собой, и лучше узнавать себя, разбираться в себе, решать свои противоречия, комплексы, если есть проблемы, и так далее, с другой стороны, вы позволите девочке уйти, если она хочет, позволите девочке отдалиться от вас, если она хочет, но предложите ей остаться друзьями, например, например, предложите ей общаться, предложите ей взаимодействовать, не смотря ни на что, вот, и тогда, тогда у вас появится реальный шанс на то, чтобы с ней восстановить отношение, то есть она увидит, что вы выросли, она увидит, что вы не впиливаете так больше, она увидит, что вы стали более спокойным, она увидит все те положительные качества, которые она видела у вас, и, соответственно, может быть вернется, то есть чувства появятся, да, это будут другие чувства, да, это будут уже другие отношения, но они будут, они будут именно другими, вот это то, что вы можете сделать, что касается ссор, которые между вами происходят, да, ссоры, на мой взгляд, на мой взгляд, ссоры, которые между вами происходят, ну, тоже нуждаются в разбору, то есть вы говорите, что начались ссоры, то есть все было хорошо, а потом начались ссоры, подруж sapeset, комфортно, вот как будто вы за ссоры не несете никакой ответственности, вообще, вот это, на самом деле, не их хорошо, Ссора была, вы, даже если девушка начала ссориться, вы ссору не остановили сами, вы не сглазили углы, не свели всё на нет, вот, вы тоже раздражались, вы тоже кричали, вы и начали отвечать девушке своей, вот, и у этого есть опять же причины. Тогда именно ваше чувство, ваша часть эмоций, ваша часть отношения к предмету ссоры, она начинается в разборе. Следующий важный момент, это украшение, ну, личной жизни человека, которого вы любите. То есть, я вас безусловно не обвиняю, но вызывает несколько странное чувство, тот факт, что вы читаете переписку «Девушка», то есть, с какой целью вы это делаете, это неуверенность в себе, да, это страх потери, страх потерять девушку. Но, опять же, страх потери, это ваша ответственность, это не ответственность девушке, это ваша ответственность, это ваши чувства. И вам нужно принять эти ваши чувства, и исходя из этого, исходя из своих чувств, исходя из того, что вы чувствуете, увидеть полную картину того, что происходит именно с вами, не с девушкой, а с вами. Иными словами, если вы боитесь девушку потерять, тогда начать, что вы сами не являетесь полным, не являетесь самодостаточным, и девушка вам нужна для того, чтобы, ну, как-то вот компенсировать то, чего вам не хватает, возможно, самому. Вот то, что вам не хватает, возможно, самому, и нужно исследовать. То, чего вам не хватает самому, возможно, и нужно реализовывать. И вот тогда, если вы не будете бояться потерять девушку, если вы будете стремиться сделать ее счастливой, если вы будете готовы ее отпустить, вот тогда, испытывая здоровое чувство к ней, вы уже сможете с ней выстраивать отношения и с кем-либо другим тоже. Вы не задумывались о том, почему у вас было семь партнеров, как вы говорите, и ни одной из них не получилось. Это же система, то, что не получается. То есть, ладно, один раз, ладно, два раза, но семь – это уже определенные паттерны поведения. То есть, вы на определенном этапе начинаете портить, портить отношения свои, то есть, вот, как с девочкой, да, что, что было хорошо, вы ссорились. Ну, в принципе, ссоры – это бытовая ситуация, да, то есть, конечно, над ссорами нужно работать, но иногда, иногда это полезно даже бывает. Вот, хоть и не всегда, но иногда это бывает полезно. А тут у вас был срыв очень сильный, да, вот, что вы пишете, пишете. А, значит, один раз был очень, ага, ну, что-то, очень, очень сильный срыв нервный. А, значит, опять же, непонятно, у кого он срывался, но она говорила, она плакала, успокаивалась, а мы говорили, не нравится, мы расстраиваемся. То есть, вы, по сути, показывали девушке, что сменяться вы не готовы, да, что, если ей не нравится что-то, ну, расстраиваемся. О-о-о. И это действительно убедило девушку в том, что ваши, ну, ваши срывы, то, что вы впиливаете, то, что вы ссоритесь, не будет меняться. И она просто поняла, что жить так не хочет. Вот. А вы, вы, я верю, неосознанно, я верю, не специально, эм, старались и так сказать, для того, чтобы она только к вам привязалась, и чтобы она от вас не ушла. Опять же, потому что вы боитесь, скорее всего, остаться один. Вот. Ну, это, в целом, не принятие себя. Ну, вот. В целом, в целом, это отсутствие заботы о себе. В целом, это позиция довольно эгоистичная, я бы сказал, довольно эгоистичная позиция. Вот. В целом, я думаю, что на данный момент чуть ли не лучший вариант, что вы с девочкой расстаетесь. Потому что, ну, потому что сложно представить себе себе, да, как бы вы могли быть в отношениях, да, вот. Ну, такого типа, как бы вы могли быть в отношениях, вот, таких, то есть, то есть, вот, так вот, общаться, так вот, взаимодействовать. Так выстраивать, эм, отношения, отношения, вот. Я думаю, что в целом, если вы воспримите, эм, как положительный опыт, эм, то, что произошло, да, вот. Вот. То, я, я думаю, я думаю, у вас появится шанс, эм, действительно шанс, эм, выстраивать отношения более здоровые. И в, и в этом, эм, смысле, в этом смысле, в этом смысле, в этом смысле, то, что происходит сейчас, надо воспринимать, как опыт. Эм, действительно полезный для вас опыт, эм, который вы можете, ну, использовать для того, чтобы, эм, не совершать тех ошибок, эм, которые, которые вы делаете. Вот. Ну, опять же, это всё актуально, только если вы, эм, сами, действительно, хотите и, эм, ну, хотите и готовы что-либо делать. Для того, чтобы, эм, чтобы ситуация, да, не повторялась. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Эм, я надеюсь, что, помог, эм, вам. Если у вас остались, эм, дополнительные вопросы, эм, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Эм, если, эм, понравился мой ответ, э, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего, всего, самого, доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.